Специалисты филиала Национального центра тестирования проверяют оборудование перед первым в этом году ЕНТ. Тестирование пройдет 18 и 19 января. Стоимость проверки знаний для каждого школьника 2242 тенге. Сдавать тестирование намерены 626 человек. Формат остается прежним. Учеников ожидают задания по пяти предметам. Однако контроль в этом году стал намного жестче. Учащиеся не имеют права даже при запуске, если будут находиться обнаруженные, будут запрещенные предметы, учащийся будет удален. Да, да, уже при запуске. Если мы при запуске уже находим, то сразу удаляем. Раньше, если мы только в аудитории имели возможность, удаляли, а сейчас и при запуске будем удалять учащихся. ЕНТ в Казахстане проводится 4 раза, три из них на платной основе. Бесплатное тестирование ожидает школьников в июне. Именно по его результатам распределяются образовательные гранты. Платные тестирования могут помочь выпускникам поступить в ВУЗы в случае нехватки баллов. Я считаю, что для учащих это хорошее условие, потому что сейчас многие, которые сдают основной ЕНТ, не набирают 50 баллов. Поэтому проходящие в январе и в марте дают большую возможность им поступить в высшее учебное заведение любого ВУЗа Казахстана, хотя бы на платной основе. Первый этап тестирования этого года начнется завтра в 9 часов утра в пяти аудиториях КГИУ. Запускать учеников начнут с 8 часов утра. Второй этап состоится в воскресенье. Следующие платные тестирования состоятся в марте и августе.